Я думаю, что все привыкли, опять там будет какая-нибудь энергосистема, какие-нибудь там распределительные станции, какие-нибудь унылые зерновые терминалы. А вот представить себе такую картину, чтобы море огня обрушилось на резиденцию украинского президента, на Украинский Верховный Совет, на здание СБУ, такое вот как-то добрые русские люди даже не могут себе представить. Странно, правда? Вот и мне странно. И я тоже удивляюсь. Ракеты летят. Куда летят? Читаем, читаем. Я напоминаю, что 12 ракетоносов Ту-95 взлетели с аэродромов. Это порядка 150 крылатых ракет. Ну, потенциально может быть их меньше, но максимальная нагрузка, она вот примерно такая может быть. То есть до 150 крылатых ракет сегодня могли отправиться в сторону Украины. И я предложил сделать сегодня ставки в телеграм-канале Мордан. Давайте попробуем. Не на деньги, чисто на интерес. Сегодня будет нанесен удар крылатыми ракетами по Банковой? Да? Нет. Вы не поверите, вот ничего не меняется. Абсолютное пока что большинство проголосовавших, может быть, вас там ждут, считает, что ни до какой банковой ракеты не долетят. Не долетят. Так, а что касается ударов по, так сказать, недобитой зерновой сделке, то я могу привести одну очень характерную цифру. Она, кстати, во многом объяснит, в том числе и скепсис большинства аудитории этой программы относительно вероятного удара по резиденции президента Украины. С момента приостановления России своего участия в Черноморской продовольственной инициативе мировые цены на пшеницу уже выросли на 17%. А для людей, ну, так сказать, далеких от всего этого, могу сказать так. Это невероятно много. То есть для кого-то это гигантские, просто безразмерные прибыли, особенно если люди решили торгануть с использованием плеча на бирже. А для кого-то, ну, например, для стран, которые вынуждены импортировать, пшеницу таких много. Это колоссальные издержки. Ну, говорить об убытках нельзя, потому что, значит, убытки. Пшеница – это биржевой товар, такой же, как нефть, такой же, как уголь, обычный и коксующийся, такой же, как медь, как никель, как лес. Но лес – нет, лес – нет, не так. Это все же торгуется на бирже, и цена меняется в течение дня. Вот. Но если там страна, допустим, вынуждена покупать 30 миллионов тонн пшеницы в год, чтобы прокормить себя, ну, как какой-нибудь Египет, например, или Марокко, или Тунис, или Турция, или Китай, ну, можете себе легко посчитать, на какие деньги они влетели и насколько они нервничают. Вот взлетели 12 российских ракетоносцев, а кто-то в Пекине или в городе Алжире вспотел аж, понимая, что 17% роста – это только начало, а дальше, видимо, будет 27-37, может быть, больше. И Россия не отступает. То есть все те, кто накануне истечения срока сделки демонстрировал свой сарказм о том, что ха-ха, Рашка сейчас опять прогнется, Рашка лишена всякой субъектности, все ради толстосумов, об этом писали и говорили очень многие и здесь, кстати, и там. Ну, то есть точно движения российских корветов, они не демонстративные, они угрожающие. Почувствуйте разницу. Демонстративные и угрожающие. Я страшно надеюсь на то, что вперед заявлений, обещаний, предупреждений, ну, хотя бы на какое-то время нас покинет. Никто не будет ничего объявлять, предупреждать, чертить красные и коричневые линии, очень надеюсь. Вот какое-то время нам всем нужно дать, вот просто передохнуть. То есть мы полтора года живем в режиме красных линий, уже сил никаких нету, просто мы психологически истощены. То есть безопасных мест не осталось ни в Одессе, ни в Николаеве, ни на Дунайских портах, куда тоже прилетело, судя по всему, от души. И, собственно, скачок цен на зерно произошел именно после ударов два дня назад по портам в Рыни и Измаиле. Там есть еще один третий достаточно крупный порт, его, по-моему, долбили сегодня ночью. Здравствуйте. В среду синоптическая ситуация на Донбассе в нижнем течении Днепра и при Черноморской низменности обусловится теплым и сухим сектором циклона с характерными простыми метеоусловиями. В зоне СВО ожидается облачность 4,7 баллов, верхняя средняя кучевой, с нижней кромкой 1000-1500 метров, вверх 2-3 километра, видимость более 10 километров, ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Температура воздуха повысится днем до плюс 30-35, ночью до плюс 18-23, что на несколько градусов теплее нормы климата. В условиях сухой погоды, обеспечивающей возгорание надпочвенного покрова, эффективно применение зажигательных и термобарических боеприпасов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» для вывода из строя легко бронированной и автомобильной техники ВСУ, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенного на открытой местности или фортификационных сооружениях. Пуски баллистических и крылатых ракет с подводных лодок в подводном положении по условиям волнения моря и ветра с акватории Черного моря, а также пуски ракет и применение торпедного и артиллерийского оружия надводных кораблей по погодным условиям возможны в 97% случаев. Применение стратегической авиации с пусками крылатых ракет воздушного базирования и бомбометанием по целям большой протяженности порты, военно-морские базы, аэродромы, объекты экономики с применением достигнутой точности воздушной навигации от погоды не зависит. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею. Субтитры создавал DimaTorzok